Какие секреты и тайны хранит дополнение Sims 3 Мир Приключений? Одно из самых масштабных DLC. Ну, во-первых, это таинственный городок, который вы можете выбрать и зайти в него, то есть это полная копия Sunset Valley, но без жителей. Я уже делал на него обзор на своем канале. Ребята, чтобы вы понимали, благодаря этому городу ко мне пришла идея создать проект возрождения цивилизации, потому что здесь живет только два персонажа, это мужчина и женщина. Я подумал, было бы неплохо заселить весь город благодаря этим персонажам. Так что спасибо разрабам, что добавили такой необычный городок. Давайте тогда быстренько создам какого-нибудь персонажа, с которым мы сегодня будем играть. Вот, отлично, какой-то информатик мне попался. У нас нет ни одной прически с этим дополнением, наверное, все находится только в аксессуарах. Да, конечно, тут и различные шляпы, национальные головные уборы, можно что-нибудь такое выбрать, например. Смотрите, косичка, это, наверное, из Китая что-то. Ну, а это уже точно из Китая, давайте оставим. Получается, здесь у него все выбрито, да? Не могут же так высоко волосы расти? Он похож на лысую куклу Барби. Как вам такой информатик? Давайте посмотрим, как обстоят дела с одеждой. Здесь уже все намного лучше. Очень много разной одежды. А это, ребята, первое дополнение Sims 3. Они, конечно, разделяются по категориям, что-то для Франции, что-то для Китая и для Египта. Ничего себе, у него черный пояс. Сегодня нам понадобится два кода. Первый код разработчика. А второй код открывает отладку. Отлично. Я, ребята, не знаю, нужно ли нам сегодня отправляться в Египет, чтобы искать драгоценности. Скорее всего, да. Потому что в отладке очень мало вещей. Здесь как раз очень много всего редкого. Они даже добавили три волшебных гнома. Это у нас гном из Франции. Это из Китая. А это уже из Египта. У меня не было ни одного из этих гномов. Почему я ни разу их не находил? Такие прикольные. Наверное, их очень сложно достать. Но сегодня мы говорим, ребята, о мумиях. Легенда гласит о том, что если собрать все пять каноп, то можно будет вызвать мумию. Для этого нам понадобится собрать саркофаг с частями мумии. Но здесь такого я не вижу. Наверное, нам реально придется отправляться в Египет, чтобы все это собрать. А это займет очень много времени. Я думал, что можно будет считерить и найти все это здесь. Посмотрите, здесь есть генератор раскопок фрагмента. Может быть, нам никуда не придется отправляться. Но давайте добавим генератор. Правда, я не знаю, как он работает. Но насчет каноп там уже другая история. Их надо собрать пять штук. И с помощью них можно будет вызвать мумию. В отладке я вижу только три декоративные редкости. Это просто декорация. Это даже, ребята, не канопы. Нам нужны настоящие канопы. Но здесь мы их вряд ли найдем. Только если с помощью каких-то генераторов вот маленькое отверстие в полу можно будет добавить. Офигеть, ребята. Здесь можно будет выбирать, какие драгоценности должны быть вот здесь. Такие гибкие настройки в Sims 3, конечно. Вот, ребята, я нашел фрагменты. Но здесь нет, конечно, фрагмента с частями мумии. Мы нашли саркофаг с частями мумии. Нам нужно будет собрать таких пять штук. Поэтому, ребята, продолжаем это все изучать. А что, если мы сейчас добавим таких пять штук, чтобы каждый раз не создавать новую генерацию? Все это, ребята, можно будет найти в Египте, либо в Китае, или Франции, проходя гробницы. Я же использую коды, чтобы все это сделать намного быстрее и показать вам, как это работает. Я еще сам ни разу не собирал такие вот фрагменты с частями мумии. И не знаю, как это все работает. И на него напали какие-то жуки, червяки. Фу, это так ужасно выглядит. Простите, пожалуйста, те, кто сейчас кушает. Но главное нам достать сейчас все эти части саркофага. Остается только последний фрагмент. И теперь, ребята, мы собрали все части саркофага. Получается, теперь мы можем все это собрать на домашнем участке. Кстати, давайте посмотрим, как это все выглядит. Это выглядит подобным образом. Наверное, это какие-то кости, повязки. Я не понимаю, что это. А может быть, просто сам саркофаг. У нас появляется действие восстановить. Давайте это сделаем. Посмотрим, как это персонажи вообще делают. Он подходит. Что-то там соединяет в руках. Непонятно, появляется вот такой очень красивый черный саркофаг. Я думал, что будет какой-то обычный, но это ведь проклятый саркофаг. Мы можем здесь спать, либо осмотреть. Но, как я понимаю, там находится внутри мумия. А почему она сразу не добавилась нам в семью и не вышла из саркофага? Мы ведь ее добавили на домашнем участке. Хорошо, давайте попробуем осмотреть. Может быть, она сама вылезет оттуда. Это же проклятый саркофаг королей. Говорят, древние духи заколдовали его. А вот и один из секретов. Мне вообще кажется, что Sims 3 Мир Приключений это просто самое масштабное дополнение за всю линейку Sims. А вы, ребята, как думаете? Мы можем сюда отправиться спать, но никакая мумия вообще не выходит. Да, он может открыть саркофаг. Но ведь там, по идее, находится мумия, да? Нет, он спокойно туда зашел и лег спать. Ладно, тогда зачем мы собирали саркофаг с частями мумии? Нам все-таки здесь, ребята, понадобятся канопы. Я буду думать, как же их достать. Такие канопы точно не подойдут, потому что их должно быть 5 штук. А здесь их всего 3. Ребята, я нашел 2 канопы. Я знаю, как их можно достать. Дэррл обнаруживает новую коллекцию редкостей. Это канопы. Коллекция канопы насчитывает 5 штук. На данный момент у нас имеется только 2 штуки. И они обе разные. Посмотрите, какие они красивые. Мы нашли канопу котик и канопа мумия. Остается найти еще 3 остальные канопы. Как я это сделал? Получается, вы берете, клонируете сундук. Потом зажимаете клавиши Shift и Ctrl. Выбираете здесь 5 штук. 5 предметов. Составляющие сокровища. Выбрать сведения о многоразовых сокровищах. И здесь нам понадобятся египетские раскопки древние. Давайте проверим, что у нас попадется в этот раз. Надеюсь, что снова канопы. Итак, у нас попадается еще одна канопа. Это новая канопа. Орел. Король-орел. Орел-король. Мы уже собрали 3 разные канопы. Вот так, ребята, нашел решение, чтобы не отправляться в Египет и не искать эти реликвии, потому что это очень долго. Но, конечно, игровым способом интереснее. Мы нашли 4 египетскую канопу. И это у нас фараончик. Он уже намного дороже. Я ни разу не собирал 5 каноп в Sims 3 Мир Приключений. Наверное, они очень-очень редкие. Нам осталась только последняя канопа. Надеюсь, что нам очень сильно повезет сейчас. И мы сможем ее быстро найти. Так, у нас здесь есть волшебный гном. Это мой первый гном в Sims 3. Кажется, мы только что нашли последнюю канопу. И это красная глина. А это точно та канопа, которая нам нужна. Мне кажется, это какая-то подделка. А не настоящая канопа. Посмотрите, они же одинаковые. У меня, кажется, сломалась игра, потому что я не могу переместить в багаж эти канопы. Реально, у меня не получается. Вот та канопа, которая нам нужна. Египетская редкость. Канопа Скорбь. Оказывается, бывают еще и подделки, так что будьте осторожны. Вот это точно подделка, она нам не нужна. Пять каноп, которые нам сегодня понадобятся. У нас имеется пять каноп в багаже. И заиграла очень прикольная музыка. Поздравляем. Дерл добавляет последнюю недостающую на ходу. Вот коллекция канопы полна. И теперь, по идее, у нас на саркофаге должно появиться действие призвать мумию. Давайте проверим. Я нажимаю на саркофаг. И в итоге, да, ребята, это правда. У нас появляется действие призвать мумию. Получается, во-первых, нам нужно будет собрать саркофаг с частями мумии. Потом найти пять каноп и только тогда вы сможете призвать мумию. Вы знали об этом? Я надеюсь, что после этого ритуала у нас не пропадут канопы из багажа. Давайте сделаем это. Призовем мумию и узнаем, что в итоге произойдет. Она появится в нашей семье или как? Какая у нас будет вообще анимация? Так он просто открывает саркофаг и все. Я думал, что будет какая-то прикольная анимация. Он просто туда кидает что-то. Ребята, мы потратили свои канопы. Блин, они исчезли. Придется заново искать, если они понадобятся снова. И в итоге, что теперь? Где наша мумия? Ребята, она выходит из саркофага. Она появилась у нас в семье. Ее зовут Сарамес Нарданила. Даже не верится, что она вышла из проклятого саркофага. Мы убили двух зайцев одним выстрелом и собрали проклятый саркофаг, который тоже очень редкий. Подожди, никуда не уходи, пожалуйста. Посмотри другие ролики на моем канале. Также поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, включи колокольчик. А с вами был Мустер Армунька. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok